Посмотрите, какая старенькая бабулечка Да, добренькая такая Машаловая Процедурный кабинет, все манипуляции Недицинские процедуры Это фойе второго этажа Просмотры здесь телевизоры Просмотры телевизоров здесь они проводят Свой досуд Здесь библиотека у нас У нас есть клуб Слышите музыку? Салам алейкум, бабуля Начался ужин, они сейчас заходят покушать Бабуля и дедуль Приятно Ну как, вкусно? А как вы оказались в Дагестане Дом престарелых? Стаж работы на одном месте 30 лет Я вам расскажу один секрет И я умерла Будь добрым, но не добряков Это самое лучшее место Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал Также не забывайте ставить лайк И оставить какой-нибудь приятный комментарий Всем асалам алейкум, моя армия добра Сегодня мы находимся Дом престарелых Как называется он, ветеран Мы с друзьями решили Прийти в дом престарелых Чтобы их сегодня угостить И попытаюсь сегодня что-нибудь Что-нибудь для вас снять с кем-нибудь Поговорить И вам немного показать Сам дом престарелых Который находится в городе Махачкала Пойдете внутрь Здесь написано Уважение к старшим священным законам в горах Вы, пожалуйста, представьтесь Кем? В старшем стаду интерната Немного покажете Расскажете Да, пожалуйста, идемте Где у вас, что, как она здесь находится Да, проходите Где мы сейчас находимся Мы находимся на первом этаже Жилого отделения Вот у нас жилые комнаты Вот бабулечка Вот как раз выглядывает Посмотрите, какая старенькая бабулечка Да, добренькая такая Машала, машала Бабулечка Она у вас видала Так, здесь, получается, они здесь живут, да? Да, это жилые комнаты На первом этаже у нас находятся пациенты Которые тяжело подняться на второй этаж То есть колясочники То есть плоховидящие Вот эти пациенты на первом этаже На втором У нас двухэтажная стадия На втором этаже еще проживают пациенты Которые могут спускаться на первый этаж В столовую могут спуститься Вы говорили, что у вас здесь есть Извините, что перебил Вы говорили, что у вас здесь есть библиотека Да, у нас библиотека Покажете? Да, конечно, обязательно Мы теперь пройдемся А потом уже с кем не поговорить Могу на этом этаже показать процедурный кабинет Который медицинскую помощь оказывает Свет, включите Включите Так, здесь у вас процедурный, да? Это у нас процедурный кабинет Все манипуляции, медицинские процедуры Получают наши пациенты здесь У нас все препараты Симптоматические Натропные Натропные Гипертензивные В связи с тем, что у нас очень много гипертоников Все препараты, которые необходимы для пациента У нас наличие имеется Для оказания первой помощи Препараты тоже можете снять Все имеется в наличие Все имеется в наличии Так, процедурный кабинет Где в круглые сутки дежурный пациентский персонал Понятно Бабульки и дульки прогуливаются Да, да Покажете библиотеку? Да, конечно А что у вас еще есть Помимо библиотеки? Помимо библиотеки У нас есть клуб Где проходит досуг наших проживающих Есть у нас физиокобильник Где они получают физиотерапические процедуры Мы сейчас пройдем в библиотеку А здесь у вас зала, как называется, здесь, да? Это фойер второго этажа Просмотры здесь телевизоров Просмотры телевизоров здесь они проводят Свой досуг Здесь библиотека у нас Ммм, столько здесь книг У нас очень много книг Очень много книг Да Здесь аж пахнет книгами библиотекой Да, темографской, краской такой Я очень люблю такой запах Бывает очень книг такой запах интересный И запах газет тоже будет очень интересный Очень много книг здесь Да, они распределены, разделены по классам Классика есть, художественные Два долгих дня Да, дагестанская литература есть Есть ретро-старинные книги Очень много книг, да Здесь подписано, да? Старинные, художественные Чтобы легче было искать Дагестанские Они все распределены Вот дагестанские Маленькая книжка мне интересна Так Пожалуйста, достаньте Да, пожалуйста Тяжело Так Позламан Геллир Это на куматском языке, наверное Благодаря празднику Да, очень много Дагестанской литературы Лизгистана Кажется, мир она на всех языках Это все дагестанские авторы Почитайте Да, интересно Очень интересно Да Адасу у нас Адасу у нас проходит в клубе Основно очень много мероприятий бывает Часто куклу есть, да? У нас артисты, да У нас есть клуб Вот Слышите музыку, знаете? Да, уже слышно Сидит, репетирует Ассаламу алейкум Меня зовут Рашид Меня зовут Исаар Исаак Леви Очень приятно Играете? Ну, чуть-чуть А где вообще эти зрители? Они убежали Убежали? Я так красиво играю Да Чтобы убежали они Здесь у вас есть пианино есть, да? Два пианино у нас езжает А, там еще одно, да? Да, у нас есть пациентка Это, которая играет на пианино Тоже играет Пианино Тоже играет хорошо У вас есть артисты И весь Очень большой использователь пенсии Да, суррогатов за нем храм Есть, которая играет И полет Понятно, понятно Вот здесь проходит Я говорю, это сцена Видела всех звезд Дагестана Сцена? Часто навещают все артисты Да, им здоровья Здравствуйте, ветераны Сейчас нам некогда Парвать и сам Спасибо за субтитры Алексею sheriff здесь у вас столько зелени тоже такой большой цветочек просто огромный цветочек здесь у вас этот спортзал тоже есть только небольшой да пассивный угол салам алейкум бабуля салам алейкум она говорит по-русски не говорит как у вас дела здоровья я жаль что я вас не понимаю она вроде как кумочка и говорят я дорогинец как ваше здоровье здоровье как вот сейчас намечается уже ужин у них это то что мы братьями принесли им поесть покушать начался ужин они сейчас заходят покушать по своим стаканам да да как тебе зайду я здравствуйте кто состоянии притяне приходит а также если лежачий кто не может быть только здесь бабушек и дедушек грамм сейчас бараха 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 вам приятного аппетита Спасибо. Бабуля и дедуля. Мама, приятного аппетита. Спасибо. Тогда пойдем к Нинале Александровне. Она у нас интересная девушка. Рассказывает что-нибудь интересное. Сейчас с одной из бабушек мы снимем видео. Других, я думаю, можно потом снять. Можно к вам? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда можно мне присесть? Вот. Освободила я. Сити-сити. Ничего страшного. Все? Хорошо. А вы кого представляете? Я, так сказать, блогер. Вот. И мне интересно вот вашу жизнь. Расскажите, пожалуйста. А для чего это вам? Для себя как бы я очень люблю беседовать со старшими. И вот надеюсь, что видео, которые я снимаю, принесет какую-то пользу людям и младшему поколению. А где-то будет показано только для вас. Это в YouTube-канале. YouTube-канале. Ага. Но я его не смотрю. Ну, давайте знакомиться для начала. Меня зовут Рашид. А вас как зовут? Я Нинель Александровна. Нинель. Это Ленин. Ленин слева направо будет. Ленин. Нинелл с мягким знаком. Это советское. Нинелл? Ну, если только Ленин. А Нинелл на конце добавили мягкий знак, чтобы это было понятно, что женского рода. И получилось Нинель. Это было советское. Я первый раз такое имя слышу. Это было советское имя. Ну, времен где-то в 20-30-х годах. Я 36-го года рождения. Я ребенок войны. Сама я из Баку. Пакинка. Но... Вы из Баку? Да. Папины родственники коренные покинцы уже на одно столетие даже. А как вы оказались в Дагестане в дом престарелых? Долгий путь. После окончания физмата Бакинского университета я вышла замуж. И мы уехали на Урал в Свердловскую область. Там я поступила в Свердловский открытый дефектологический факультет, которого было мало в стране. Ну, на Урале повышенная радиация, поэтому патологий очень много. У детей, да? Да. Очень много это связано... Ну, вы знаете, облучение все эти... Они только у детей или еще у взрослых? Я имею в виду с детского возраста. Угу. Ну, конечно, и у взрослых, но особенно это и у детей. Угу. И поэтому большая необходимость была этих специалистов-дефектологов. Слово дефект. Их надо было, ну, обучать. И поэтому в Свердловске открыли дефектологический факультет. И вот я была в первом наборе. Угу. Ну, что я скажу? Значит, дефектолог — это дефекты все. Все психически... В основном то, что в голове получается, да? Да. Ну, а голова же управляет всем. Угу. Вот нарушение опорно-двигательных. Вот родился ребенок вот такой. А это все зависит от того, как развивался его головной мозг в утробе матери. Угу. Он уже родился калекой. Угу. Там опорно-двигательные нарушения. Ну, у кого как. У кого есть зрение, слух, все это в комплексе. И речь. Ну, это тяжелое. Так вы работали врачом, получается? Нет. Это называется дефектолог. Дело в том, что я не назначаю лечение медикаментозное, там, психотерапевтическое. Я результаты исправляю. Все патологии уже результаты. Чтобы из этого, ну, грубо говоря, извините коллеги, сделать более-менее человека самодостаточного. Ага. Так что здесь мы изучаем все патологии. Ну, вот вы изучали и лечили, получается? Ну, совместно с детским психиатром на какой-то стадии. А у взрослых у нас ограничений в возрасте нет. Все зависит от того, в какое учреждение мы попали. Вот я могла, допустим, здесь быть дефектологом, потому что у нас много проживающих с набором всяких дефектов. Угу. Но я не лечу лекарствами, я лечу словом. Ну, как педагог. Угу. Но в здоровом теле здоровый дух. Значит, я должна знать причины всех заболеваний, способы их лечения. И вместе со своими знаниями о воспитании личности, значит, я должна все это учитывать. Вот такая у меня была работа. Я в основном 20 лет была школьным. Значит, дефектологи были в школах. Угу. И потом, уже не помню с какого года, стали открывать специальные детские сады, где собирали детей с разными дефектами. Правда, умственно отсталых не брали. Для них вспомогательная школа, там есть дошкольные группы. Мы брали детские сады в основном преддошкольный возраст. Чтобы подготовить детей, поскольку, как правило, у них интеллект был норма. Значит, они учатся в общеобразовательной школе. Ну, правда, в последние годы стали специальные школы. Допустим, вот в Свердловске была очень одна из, как сказать, специализированных школ в Союзе. Там обучали детей, вот когда-нибудь видели, с расщелинами нёпа. Нет. С расщелинами губы, то есть. А, да-да-да. Видели. Это всё внутриутробная патология. Ну, это да. Это всё повышенная радиация. В Свердловской области повышенная радиация. Поэтому многие дефекты, они в результате вот всех этих... Но у вас получалось лечить? А? Получалось лечить? Ну, я так прикинула. Я специалист высшей категории. Угу. Я проходила несколько раз специализацию в Москве. Там, про узкое уже. У нас же разные. Одни с одним дефектом, другие с другим. Вот. Я проходила несколько специализаций в Москве. Я была членом Республиканской медико-педагогической комитии 10 лет при министерстве просвещения. Мы там определяли судьбу поступающих на комиссию детей, в каких учреждениях специальных они должны обучаться. Вот для риноваликов, называется, значит, с расщелиной. Один. Одно заведение. Допустим, с опорными двигателями другое. Ага. Ну, вот. Нарушение зрения, слуха. В общем, там, поскольку методика восстановительная, она специальная для каждого дефекта, поэтому учреждения тоже разные. Понятно. Вот. Ну, я так прикинула, значит, у меня опыт, стаж работы на одном месте 30 лет. Вот я как приехала в Махачкалу сейчас. Дело в том, что мой муж востребованный был организатор, как сказать, строительных учреждений. Другое слово. Он закончил военно-морское училище, механический факультет. Ну, знаете, всегда у нас традиция, самые лучшие механики, инженеры, это корабельные. Ага. Вот. Окончил с отличием, поэтому он был всегда востребованным. И вот предложили ему Махачкалу. Здесь, значит, севка в какой-то трест, я уже забыла. Было здесь подразделение, и мы переехали в Махачкалу. Я почему и согласилась близко Баку, я сама богинка. А он самропольский. Значит, в одну сторону и в другую легко всегда попасть. Вот так моя... И вот я Махачкалу уже больше 30 лет. Больше 30 лет, да? Да. Дело в том, что так сложилась моя судьба, что я всех потеряла. Да? Я осталась одна. И... Ну, у меня квартира, все это около... Напротив стадиона труд. Там два здания Академии наук. Вот там, в хорошем месте. Работала я в специальном детском саду. Тоже недалеко от дома, удобно. Но... Судьба вот так потеряла. Умерли все. И Пакинцы, и дочь ночью ударилась от батареи. У вас сколько было детей? Один внук. Внук? Да. А, детей. Дело в том, что я вам расскажу секрет. Секрет. Это моя дочь, это внук, где-то 20-летний. Я вам расскажу один секрет. Долгое время ученые не могли разобраться в причинах, как это называется... Утробного, еще в утробе, формирование больного организма. Никак не могли. Ну, там много причин. Потом, случайно, в крови макака Резус, это такая весяна, нашли в ней какой-то элемент. Значит, заинтересовались им. Ну, короче говоря, они открыли, что в людях в одних есть Резус-фактор, а в других нет. И если муж с женой разусные, разные Резус-факторы, Резус-конфликт. Может быть, уроды дети. Так вот, во многих странах оформление брака без справки о Резус-состоянии не подписывает документ. Потому что это гарантия не... ну, в общем, дефектного ребенка. Ну, это даже хорошо. Так что я всем... я не знаю, почему-то не пропагандируют, не объясняют людям. Это важно. Ну, я слышал про это тоже. Поэтому столько часто рождается умных, хороших семьянинах Резус-конфликт. Обнаруживается та же история со мной. Получилось, что я Резус положительно, Резус отрицательно. Но это уже когда дочь выросла. Так она у меня Резус отрицательный, а я Резус положительно. Вот причина того, что она была бы инвалидом. Но первые роды бывают наоборот. Это вундеркинд. А с ней что случилось у вас? Ночью. Она стала выпить лекарства, а аптечка была недалеко от батареи. А батарея вот такая, знаете, выпуклое ребро. Она головой ударилась по батарею, разбила голову. Да? Что чувствуем? Да. Тоже стала со мной. Похожий случай. Мне было 80 лет. Я очень любила хурму. Еще вам предупреждение. Обожала. В общем, я купила такую вкуснятину. И не знаю, что меня на это натолкнуло. Я много хурмы съела за один день. А теперь какой процесс? Кроме того, что она полезна от нее, немного сахара. Чтобы вы знали, какая цепочка биохимическая у нас в процессе. Сахар, ну, нам нужен, как они называются, углеводы. Но избыток углеводов вырабатывает в организме алкоголь. Это тоже нужно. Потому что активность, наше хорошее настроение. И у нас, у животных, у птиц, они вот там, где ягоды, фрукты бродят в природе, они любят это поесть. Это, понимаете, в определенных количествах полезно. Но избыток превращает этот самогон, потому что он в организме, в начале, в ацетон. Вот это похмелье. Вы, наверное, сталкивались. Ужасное состояние отравления, иногда и смерть. Это все от ацетона. Опять никто не объясняет, чем вреден избыток алкоголя в организме. И у меня получилось избыток, значит, сахара, цепочка, алкоголь, ацетон. И я умерла. У меня даже вот есть, как брошюра написано, кома часто со смертельным исходом. Вы были в коме, да? Да. Сколько я была, я не знаю. Вам, наверное, сказали? Да. Дело в том, что я одна была. У меня дочь умерла. Внук, значит... Внука тоже не стало, да? Нет. Внук уехал в ординатуру, он должен мне в институте. В Москву. В ординатуру. Я осталась одна. И вот, кто его знает. Это хорошо, что у меня газ был выключен, там всякое такое, эти приборы. Но я своим двух приятельницам, предусмотрев, дала ключи. И вот у них что-то, беспокойство, они пришли открытое мертвое. Ну, если позднее, меня бы уже не спасли. Я почему это всем рассказываю, потому что люди не знают, какой вред приносит обилие сладостей, особенно детей мы губим. Тебе конфетки, тебе то, тебе другое, а ребенок успокоится, а ребенок дурака вагает, капризничает. Ацетон в нем выработался уже. Почему об этом не говорят? Закармливают детей сладостей. Лучше не давать сладости. Ну, в меру. Ну, дети же меру не знают. Ну, а вот надо приучать. Они много чего не знают. Я в данное время стараюсь своим детям не давать сладостей. Вот объясните своим, особенно бабушке, тетушке, какой вред они приносят детям. А я с такими детьми сталкивалась в работе. Часто причиной всего этого, вот это вот необузданная любовь к детям. Вроде все хорошо, внимание там, а ребенок капризный. Он по всякому поводу без повода и все от избытка сладостей. Вот так вот я вынуждена, ну, я знала, что существуют интернаты для пожилых и, как они называются? Престарелых? Ветерана, они не по-русски, и инвалидов. У меня вот уже, конечно, такой возраст, что память как-то не срабатывает. И что мне делать? Я решила, мне делать дома нечего. Я пришла сюда. Я уже здесь 7 лет. Уже 7 лет здесь вы? Да. А вам сколько лет? Мне 10, я 10 ноября 36-го года. 36-го года, да? Значит, в 26-м году на ябре мне будет 90 лет. 90 лет. А вы выглядите на 70. Ну, это как в благодарностной работе, потому что там исправь, ну и предупреди. Я, как сказать, бывает сапожник без сапог, но я сапожник в сапогах. По плане, что я хоть как-то регулировала, вот даже, видите, эти ключи оставила. У меня вот эта вот интуиция на всё. А это что за игрушка у вас там? Игрушка вон там. А это мне с работы принесли мою куклу, с которой я проводила занятия. Как вы уже видели, вот эти передачи, где там собачка ещё с чем-то, да? С кошкой там бывает. Да. А это у нас, как сказать, тоже присутствовало у нас занятие, что детей надо заинтересовать и прочее. Там то мы спрашивали, то она вроде как моим голосом рассказывала. Но это активизировало внимание. И поэтому надо всегда, принцип какой, особенно работа с несовершеннолетними, это интерес, значит, в них вызвать и устойчивость внимания. Тут я и пользуюсь, она и со мной. А её как-то зовут? Ну, говорили. Как называете игрушку? Ну, давайте. Ну, пусть Патиманс будет. Патя, Патюля наша. А бывает, что к вам приходят старые знакомые, какие-то подруги, может? Сюда? Да. Ну, да. И бывшие, как сказать, забыла слово, ну, с которыми работала. Сотрудники какое-то. Да. Ещё какое-то слово будет. Ещё какое-то, да. С которыми общаюсь я до сих пор. Ну, они ещё и помоложе меня. Я, конечно, всё-таки старовато. Ну, слава Богу, это, как сказать, благодарность моей работе. Потому что я знала, как предупреждать угасание личности, поддержать. Ну, наверное, это мне помогло. Что бы в вашей жизни вы хотели бы изменить, если была такая возможность? В прошлой жизни вот то, что было? Ну, знаете, я на людей не обижаюсь при всех, как сказать, неприятных сторонах. Но без этого ни у кого жизни не бывает. В общем, я ухожу из жизни спокойно. Я выполнила свой долг. Я прощаю людям, которые, как сказать, меня оскорбляли несознательно. Ну, как же всегда бывает. Слово не воробей вылетит, не поймаешь. Поэтому я особенно не жалею ни о чём. У каждого своя судьба. Хорошие бывают, плохие. Но я самостоятельно без всяких протеже получила от жизни всё, что помогло мне. Я самостоятельный человек. Решала всё сама. Ну, Аллах мне, конечно, как сказать, помогал. Чтобы у меня было терпение, настойчивость. Как сказать, старание и труд всё перетрут. Самый счастливый момент в вашей жизни. Самый счастливый. Вы знаете, я такой человек невосторженный. И меня от радости в запах механизм спирает. Я всегда... Всё спокойно. Единственное, когда мне предложили... Вот я в 83-м году... Нет, в 73-м поступила на работу. А в 74-м уже послали Москву на специализацию. Угу. И я окунулась в Москве. Мы, значит, в Институте фитологии научно-исследовательский. Там у них целый комплекс в Сокольниках. Ну, это центр Москвы. Я Москву хорошо узнала. Там у меня ещё и родственники жили. И вот это вот неожиданно меня порадовало. Большой театр. Кремлёвский дворец съездов. Было, наверное, очень интересного. А? Было, наверное, очень интересного. Ну, да, конечно. И бывало так... Меня часто почему-то... Меня направляли в Москву на эти... Курсы повышения конфискации. Я всегда говорила... Ну, бывай же дома такие ситуации не оставишь. А мне мои подруги говорят... Да ладно, езжай, хоть в театры походишь. Я, конечно, театралка, но я и религиозная. Я не отрицаю религию. Я даже в Троицко-Сердийскую Лавру ездила одна. Так что я не только была в ресторане на этой башне Останкинской. Опозревали мы всю Москву там на самом верху. Так что я... Очень много неожиданно мне вот судьба послала. Вот. Вы прожили... Ну, я прожили... Стойте. Вы прожили счастливую жизнь? Ну, я не понимаю счастья. Я прожила такую жизнь, которую я Аллаху скажу спасибо. Аль-Хамду-Лля, да? Да. Вот. А интересно, как меня крестили в Майор Маку. У меня было 10 лет. Тогда было какое-то... Вы крещённая? Ну, сейчас эта мода была на крещение русских детей. Это значит, как это... Возрождение религиозности. Ну, моя мама ходила, ну, как все женщины, мимо церкви, раздавать садака, там поставить свечку, там заказать молебен за здравие, за упокой, вот эти элементарные. И вот, раз мы пришли... У меня сестра ещё моложе. Пришли мы в церковь, а там крестят детей. Я пристала к маме покрести и всё. Опять вот какая-то судьба. И вот меня, когда, значит, священника... Ну, там было не традиционное крещение. Традиционное – это надо окунать в воду. Это у православных христиан. А у католиков – это, ну, как обливание или это... Разбрызгивание святой водой. Ну, здесь было очень много детей. Какая там купель. Нас по этому... Католическому обычаю. Подошёл в совещание. Спрашивает, как зовут. Ну, я по-домашнему... По-домашнему говорю, ну, Илья Мугова. Сказал мне, деточка. Такого христианского имени нет. Крестница, раба Божий, не Анила. Так что я раба Божий, не Анила. У меня три имени. Нинель, не Анила и Неля. Ну, как в Биходе. Ну, в Биходе я в основном Неля. Не Анила никто не знал. И вот прошло много лет. Последний случай, когда я была в Баку, опять многие меня привели к церкви. Ну, думаю, зайду. Зашла, то всё. Слышу, ведут дневную службу. Всё, не Анила, не Анила. Что-то за не Анилою. Оказывается, это была очень известная святая. Она, её жизнь по типу Зоя Космодельянская вот такая была. Ну, тогда раннее христианство многих заставляли отказаться от своей веры. Она не отступила. Её казнили. Ну, она была, ну, Зоя Космодельяевна, для народа она была, в общем, как сказать, нужный человек, но она не отступила. Вот такая, как сказать, черта передалась в какой-то мере мне. Я уже не отступаю. Ну, это всё подсознательно. А вы сами русская? Да, теперь я сегодня, это прогноз погоды. Мой папа родом из Тамбовской губернии. Ещё до революции. Мама моя из Павлтавской. И вот ещё, ну, папин Тухом, они в Закавказье ещё до революции. После наполеоновского вот этого нашествия, где-то близко, из центральных российских регионов, переселили государственных крестьянцы в Кавказе. Тут, оказывается, пшеницу не выращивали. А там как раз регион, где мастера по пшенице. Так что вот с такой целью никакого захвата не было. Эти, значит, крестьяне были переселены в Закавказье. Начиная, ну, где-то, наверное, Шамахинский район. Потом Гянжинский район. Потом Мхичеванский, Ленкаранский. Они постепенно вот так распространились. Но они были всегда в дружбе с местным населением. А, собственно, они были ещё... Вера у них была немножко не такая, как официальное православие. Оно было как раннее христианство. Чем-то мусульманская вот эта вот служба, когда общая молитва, там прочее, прочее. Поэтому они жили в дружбе с азербайджанцами. Что вы считаете самой ценной в жизни, по вашему мнению? Здоровье. Самое ценное здоровье. Если у тебя здоровое тело, здоровая нервная система, значит, ты всегда выйдешь победителем из любой ситуации. Какой бы умный ты ни был, но здоровье, главное здоровье. Физическое. Самое большое ваше достижение? Ну, какой, два института. Вырастила хороших детей своих. Дочек, кандидат медицинских наук. Два врачи в поликлинике была. Мальчик тоже внук. Ну, там у нас гибель мужчин, поэтому мы сами. Мальчик тоже был послан в ординатуру в Москву. Кочил еще один институт управления медицинский факультет в Москве. Еще статичировку прошел в Индии годовую. А там, значит, лечение с помощью как-то слова. Не медикаментами, ну и, конечно, слово с движениями. Они же там как-то активизируют, ослабляют. Так что он прошел годовую, а еще что интересно, значит, учительница английского языка в нашем доме предложила позаниматься с внуком, еще в школе учился, научить его развить в нем разговорный английский язык. Не литературный, а разговорный. Потому что, вот Ленина вспомните, он литературный прекрасно знал, а за границей у него не было навыка в разговорной речи. И это было большое, он писал всегда. Потому что письма-то одинаковые, а разговоры другие. Вот. А к чему я это вспомнила? А, мое достижение. Так что у меня вот, я могу сказать, как мне внук. Я беседовала с ним, говорю, ну, вот тебе уже скоро 40 лет. Он 85-го года рождения. Уже скоро. Я говорю, ну, ты уже можешь меня оценить как мужчина в возрасте, тем более ты образованный. А вот мне интересно, что ты определил во мне, плохое или хорошее? Он говорит, бабушка, я тебе обязана в жизни всем. Я говорю, ну, да, я старалась. Старалась, чтобы ты был настоящим мужчиной, а не какой-нибудь слунья или сопляк. Так, может быть, это грубовато, но это точно определять. Чтоб ты был настоящим мужчиной. Так, ты стал им. А хорошая эта запаха. Пашка, ну ты совсем не ласковая. Я говорю, нельзя быть сласковой. Особенно с мальчиками. С мальчиками надо быть ровной, требовательной. Учить его в будущем быть главой семьи. На работе быть каким-то там руководителем, ранги разные. Вот я преследовала какую цель. Ну что, а так, я посвятила жизнь тебе. Его называли бабушкин сын. Где только я с ним не была. Сын показывал, что в кабину электровоза залазило, чтобы ему показали управление. И на корабле, на самолете. Только не получилось. Скажите, пожалуйста, как вам здесь? Это самое лучшее место, где старые люди, ну по разным причинам, внимания им недостаточно. Они проживут нормальную жизнь. Прекрасные условия. Наш пансионат один из лучших в стране. Вы видели, какая у нас автодома? Я смотрю, у вас была, как называется, библиотека была там? Все, все у нас есть. А какие у нас концерты бывают? Как мы весело. А садака сколько нам приносят? Мы не успеваем все эти сладости съесть. Но это тоже в меру. Я все время говорю, нет, нельзя в меру. Не без добрых людей. Да, значит, это учреждение очень-очень хорошее. В общем, вам нравится, да? Да, да, да. Я очень рад этому. Ну я и не бездомная же какая, слава богу, у меня и квартира есть. Ну как? Мне нужна вот обстановка. Общение с людьми, со специалистами. Отличная кухня, но она диетическая. Некоторые там привыкли соленая, там острая. Но это противопоказано. Потому что ни одного здесь нет стопроцентно здорового. Ну а в старости и нет таких людей. Ну да. Вы сказали, что вам почти 90 лет. Вот как быстро они пролетели? В последние годы очень быстро. Ну знаете, вот я вам скажу на будущее. А что я хотела сказать? Как быстро пролетели годы? Ну незаметно, но в общем оставайтесь в душе не стариком. А вам по секрету, ведь из опыта я вам скажу, чтобы сохранить себя как мужчину полноценного, это тоже не знают многие причины. Ешьте вишню. Вот вишня, она очищает всю половую систему мужчины. Да? Вот я у внука все время, я уже как врач, он антимонии не разводит. Я всегда спрашиваю, Саша, а ты не забываешь про вишню? Он говорит, не бабушка, я покупаю или сушеную, или сейчас вишневый сок. Это самое лучшее советство сохранить здоровье мужчины. Про такое еще я не слышал. А вот у меня была статья, специально сделанная из интернета. Поэтому я не стесняюсь, молодых мужчин предупреждаю. А еще почему, у меня это такое, у моей подруги одной, муж был профессор, религиозный такой и прочее. И вот серия инсультов была, но они не такие тяжелые. Вот однажды, я долго не была, зашла, он в ужасном состоянии. Я говорю, ну что, он хочет опять инсульт. Он говорит, нет, хуже, что, как это ваша болезнь называется? Простатит или что? Простатит. Ну, подумаешь, там воспалительные и у нас бывают женские. Он говорит, это жуткие болезни, боль, которую невозможно терпеть. Короче говоря, он не выдержал, умер. Поэтому я не стесняюсь молодых мужчин, предупреждаю. Берегите свою эту систему, употребляйте вишню. Это не надо никакое лекарство, там набор. Даже вплоть до того лист вишневый, чай можно. Можно насушить. А можно вот молоденькие веточки срезать, их расплющить, заваривать чай на них. Но, делайте это постоянно. Вы будете всегда здоровы. Вы знаете, как страдают мужчины? Каждый второй. Да. Какой-нибудь совет молодым можете дать напоследок? Имею ввиду мужчин? Не. И вообще людей? В общем, да. Ну, я примерно сказала, берегите свое здоровье, все важно. Вот. Воспитывайте свой характер, быть сдержанной. Семь раз отмерил, один раз отрезал. Ну, и будьте оптимизмом. Всегда говорите, ну, Господи, Бог поможет мне правильно себя вести, поможет сохранить здоровье, ну и прочие просьбы. И быть добрым. И быть добрым. Но не добряком. Почему? А доброту на достойных надо только распространять. Потому что, когда мы добряки, мы наоборот губим слабохарактерных людей. Каких людей? Слабохарактерных. Ну, когда им все прощается, они думают, что и на работе будет, и в школе, и везде. Вот такие я вынесла из своей долгой жизни. Через мои руки, я так прикинула, прошла тысяча пациентов. Да. С разными дефектами, с разными социальными условиями. Ну, в плане, какая обстановка в семье была и прочих. Тысяча вот прошла. Вам большое спасибо про вашу жизнь, то, что вы рассказали. Было очень приятно послушать. Ну, что-нибудь это дельное? Конечно, конечно, дельное, столько советов. Думаю, моя аудитория тоже будет очень приятна. А вы где? В какой аудитории будете? В основном YouTube-канале Рашид Добряк. Дорогие друзья, оставляйте комментарии по поводу нашей бабушки. Предупреждение о правильном зачатии детей. И это причина несчастья будущих граждан. Начинается все с этого. С самого начала, да? Чтобы ребенок был здоров, нужно правильно его зачать, да? Да, есть такое. Ясно. Вот. Можете написать комментарии, если я в следующий раз приду сюда снова, я ваши комментарии и прочитаю. Вот. Пожелания, комментарии. Вот. Я хвастать не хочу. Делайте то, что вы... Я просто распространяю свой опыт. Вы просто рассказали о своей жизни. Да, да. Я попросил. Как бы это не хвастовство, как бы, да? А так ничего. Ну, я довольна. Аллах меня надоумил. Держись, бабулька. Да, конечно, нужно держаться. Вот. Хорошо. Вам всего доброго. Ну, а вам успехов в работе. Чтобы вы были популярны. Как вы это называете? Блогерство, блогер. Да, да. Блогер. Хорошо. Я вам желаю здоровья. Самое главное. Знаете, что долгих лет старикам не желайте. Желайте здоровыми умереть. Да. Вот знаете, это что значит? Заснул, не проснул. Если я так пожелаю. Но. Ожидать избавления от болезни в старости не надо. Ну, дай бог. Если сейчас я кому-то пожелаю так умереть здоровым и могут не понять меня. Ну, это между безумнами. То есть до конца быть здоровым. Я понял, понял. Это я-то понял. Я имею в виду могут не понять. Ну, а люди по-всякому. Тут каждое слово кто как его. Да. Подумать я еще смерти желаю. Ясно, ясно. Хорошо, дорогие друзья, братья и сестры. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Также не забывайте ставить лайк. И оставить какой-нибудь приятный комментарий. Нам будет очень приятно почитать. Мы читаем все ваши комментарии. Вот поэтому вам буду очень благодарен. Ну, кто-то меня помнит. Может кто-то и узнает вас. Ну, почти уже никого. Все мои ровесники. Все чуть постарше. Так что это уже рубеж 80 лет. Хорошо. Все на этом. В следующем видео. До свидания. Всем мира и добра.